5 октября 1909 года в селе старые петровцы родился легендарный адмирал николай дмитриевич сергеев советский военачальник адмирал флота начальник главного штаба военно-морского флота первый заместитель главнокомандующего в мфсср участник великой отечественной войны член кпсс с 1930 года свою службу он начал военно-морском флоте ссср в 1928 году поступив военно-морское училище имени михаила васильевича фрунзе которая окончил в 1931 году в 1931 1939 годах николай дмитриевич проходил службу на амурской военной флотилии был командиром и политруком роты учебного отряда командиром артиллерийского сектора и помощником командира монитора сум я цен командиром монитора дальневосточный комсомолец в 1939 году он командир дивизиона мониторов амурской флотилии николай дмитриевич сергеев окончил в 1941 году командный факультет военно-морской академии и в июне 1941 года ему было присвоено звание капитана 3 ранга великую отечественную войну он прошел в составе главного морского штаба где провел большую работу по отработке документов регламентирующих линию внешних коммуникаций период войны руководил работой офицеров конвойной службы разрабатывал порядок перехода групп военных кораблей получаемых ссср от союзников по антигитлеровской коалиции в период с мая по сентябрь 1943 года командовал бригады кораблей волжской военной флотилии был начальником штаба этой флотилии с сентября 43 по июнь 44 года будучи инициативным и настойчивым командиром сумел добиться полного выполнения всех приказов командования из наградного листа на сергеева николая дмитриевича к награждению орденом красной звезды от 22 февраля 1943 года капитан третьего ранга сергеев энергичный и инициативный командир оператор своей работой в оперативном управлении главного морского штаба в мф много содействует в подготовке к войне тихоокеанского театра и своевременному внедрению опыта войны на тихоокеанский флот и амурскую краснознамённую флотилию очень дисциплинированный культурный командир из наградного листа на сергеева николая дмитриевича награждению орденом отечественной войны первой степени от 22 января 1944 года работая командиром 3 бригады речных кораблей с мая 1943 года благодаря инициативы и настойчивости задача поставленная перед бригады в навигацию 1943 года по нефтеперевозкам была выполнена канонерские лодки при минной опасности несмотря на сложность плавания ежемесячно выполняли план от 110 до 150 процентов в результате работы бригады из общего ежемесячного перевыполнения плана нефтеперевозок нарком речь флотом до 15 процентов выпадала на долю канлодок бригады умелым руководством обеспечил выполнение планов боевой подготовки а также повышение дисциплины и организованности на кораблях бригады с сентября месяца 1943 года работает начальником штаба флотилии четкая работа штаба флотилии и соединений способствовала успешному перевыполнению плана нефтеперевозок и боевому троллению главным боевым задачам волжской военной флотилии в кампанию 1943 года после войны контр-адмирал сергеев николай дмитриевич продолжил службу во флоте на ответственных должностях так в 1952 1977 годах он поэтапно занимал посты командующего беломорской военной флотилии начальника главного штаба в маф ссср первого заместителя главнокомандующего в маф ссср с 1977 года был зачислен штат группы генеральных инспекторов министерства обороны ссср где и находился вплоть до своей отставки произошедший в 1992 году окружение адмирала флота сергеева отмечала его высокую работоспособность уровень знаний и стремление к его пополнению высокий такт мудрость чуткость и внимательность к проблемам подчиненных находясь на вышеперечисленных постах сергеев способствовал развитию атомного подводного флота он руководил подготовительными работами при проведении первого подводного ядерного взрыва созданием ядерного полигона на новой земле николай дмитриевич внес большой вклад в теорию и практику военно-морской науки участвовал в разработке документации по боевой службе и боевому дежурству сил ядерного сдерживания воспитал плеяду отечественных флотоводцев за что неоднократно становился лауреатом государственной премии ссср а также имел ряд боевых наград а именно два ордена ленина орден октябрьской революции три ордена красного знамени орден нахимова второй степени два ордена отечественной войны первой степени орден трудового красного знамени три ордена красной звезды орден за службу родине вооруженных силах ссср третьей степени медали а также иностранные награды умер николай дмитриевич 11 февраля 1999 года похоронен на новодевичьем кладбище в городе москве на сегодняшний день в городе волгограде действует речное профессиональное училище номер 28 имени адмирала флота сергеева большое спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии